Эта беременность для Елены Коптилкиной была уже не первая. Протекала хорошо, но неожиданно дети родились на 32-й неделе. Первым был Денис, его головной мозг повредился меньше. Вторым родился его брат-близнец Данил, который сейчас не ходит и не говорит. Диагноз у обоих детский церебральный паралич. Какими вырастут ребята, родители сразу не понимали, но и мысли отказаться никогда не было. Сначала был стресс, соответственно, а сейчас мы уже привыкли. Мы их воспринимаем как обычных детей. Главное не жалеть ни нас, ни их, а просто к таким детям относиться как к обыкновенным. Сейчас им по 15 лет. Денис учится в школе, преподаватели приходят к нему домой. Любит математику, много читает, увлекается русской народной музыкой. Семья для него лучшие друзья, очень дружны с братом. Все делают вместе, часто смотрят разные ролики в интернете, друг за друга горой. Он, как я его называю, он адвокат. Это в прямом смысле этого слова. Если он не будет, если ему что-то не понравится, что мне сейчас сказали, он покажет свой гонор. Не надо, не надо денег, не надо. И все. Денис очень религиозен. Верит в Бога, знает молитвы. Мечтает вместе с братом посетить святые места России, чтобы не на картинках, а в жизни увидеть то, о чем так много читает. Религия помогает мальчику бороться с недугом. Без веры в Бога нельзя сейчас жить. В квартире для ребят предусмотрены все условия. Родители создали для них домашний реабилитационный центр. Тренажеры, специальная шведская стенка. Для передвижения между комнатами установили поручни. Но для осуществления мечты Дениса нужны два инвалидных кресла. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была вторая коляска. Чтобы мы смогли к матрёнышке съездить. У каждого из нас есть шанс подарить детям эту радость. В этом году в рамках благотворительного телемарафона «Благо видное» все желающие могут пожертвовать деньги на инвалидные кресла для близнецов Коптилкиных. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.